В эфире сыскное дело в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! В ближайшие 10 минут я и мои коллеги расскажем о чрезвычайных происшествиях и подведем криминальные итоги недели. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По данным областного управления ФСБ, руководство техникума предпринимало попытки частичной утилизации яда силами своей лаборатории. При этом емкости, подлежащие обязательной утилизации, выбрасывались в бытовой мусор. В Новокуйбышевске медсестра насмерть задавила коллегу прямо на территории городской больницы. По словам очевидцев, хирург после работы хотел сесть за руль в нетрезвом виде. Чтобы помешать ему, одна из медсестер, не имея прав, сама села за руль, нажала на газ и протаранила стоящий рядом автомобиль. Затем сбила двух медсестер, после чего включила задний ход и проехала по одной из них. Женщина получила перелом основания черепа и скончалась. На месте другая медсестра получила сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и повреждение ноги. Погибшая только что вышла из декрета, у нее остался маленький сын. Невнимательность одного из водителей стала причиной ДТП в Куйбышевском районе. Авария произошла на пересечении улиц Утевская и Дорожная. По данным инспекторов ДПС, водитель КамАЗа, поворачивая налево, не уступил дорогу легковушке. Столкновения избежать не удалось. Иномарка буквально влетела под грузовик. Водитель получил травмы. Чтобы вытащить его из искореженной машины, потребовалась помощь спасателей. Более 70 человек задержано. Составлены десятки протоколов. Самарские полицейские проверили сразу несколько мест, где по имеющейся информации могли находиться уроженцы стран ближнего зарубежья, нарушившие миграционный учет. Первой точкой стала овощебаза на улице Дальневосточная в Самаре, где полицейские проверили более 100 человек. Выяснилось, более 60 из них находились в России незаконно. Кроме того, были проверены строительные площадки на улице Советской Армии и проспекте Кирова. По данным полиции, 11 рабочих иностранцев также нарушили закон. В отношении них стражи правопорядка составили административные протоколы. Все иностранные граждане дактилоскопированы, поставлены на фотоучет. В настоящее время сотрудники полиции проверяют их на причастность к совершению различных противоправных деяний. Огненное зарево. Среди ночи на улице 22-го портсъезда в промышленном районе Самары горели два автомобиля. Китайские и корейские внедорожники. На тушение огня выехали два пожарных расчета. Огонь удалось погасить за 20 минут. Причина возгорания и ущерб от пожара устанавливаются. По Самарским пляжам прошел торнадо. Правда, виной тому не природа, а хулиганы. Вандалы разрушили оборудование сразу в нескольких зонах отдыха. Лавочки, урны, информационные стенды. Подробности в нашем сюжете. Раннее утро на пляже у загородного парка не время для отдыха. Здесь ведутся ремонтные работы. За выходные вандалы разрушили почти все оборудование. Что-то можно починить, а что-то восстановлению уже не подлежит. Сломали информационную табличку с названием пляжа и часами работы. Далее поломали лавку, оторвали брусок. Для костра розжига написали на раздевалках, на лавочках. То есть испортили имущество. Пару лавочек оттащили в кусты. То есть как мебель передвигают, как у себя дома. Пляжный сезон в Самаре открылся всего неделю назад. Но за это время от рук вандалов пострадали уже несколько пляжей. Где-то лавочкой пытались разжечь костер. Где-то сломали крышу туалета и устройство для мытьянок. Где-то разбросали содержимое мусорных урн. В предыдущие годы в основном это наблюдалось уже к концу сезона. Когда на пляжах было мало людей. То есть это сентябрь, конец августа. То в этом году, уже в самом начале купального сезона, эти факты отмечаются. Поэтому лето только началось. Пляжный сезон только в самом разгаре. И хотелось бы все-таки, чтобы все это оборудование, оно оставалось на пляжах до конца эксплуатации. Впереди еще несколько месяцев отдыха. Поэтому проводить время на пляже с комфортом или среди обломков когда-то нового оборудования – выбор за самарцами. Городские власти просят горожан бережнее относиться к общественному имуществу и не оставаться равнодушными. Препятствовать преступлениям вандалов на самарских пляжах. Если нарушителей удастся поймать, им грозит административная ответственность и штраф. А пока испорченное оборудование подрядчики восстанавливают за свой счет. Найдены племянницы пилота штурмовика времен Великой Отечественной войны, останки которого были обнаружены под Самарой. Напомним, обломки самолета Ил-2 обнаружили во время земляных работ в апреле этого года. Погибшим оказался младший лейтенант Иван Черкасский, уроженец Ворошилов в Градской области. Выяснилось, что мужчина погиб в 1942 году при перегоне штурмовика с заводов Куйбышевина, аэродром Кряж. Племянницы Ивана Черкасского проживают в Луганской области. Сейчас стороны решают вопрос о передаче останков пилота родным. На этом у нас все. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok